Доброе утро, всем здрасте. Доброе утро, всем здрасте. У нас сегодня, как обычно, дорогие друзья, пятничный уикенд мы обсуждаем с нашими партнерами reama.ru. С нами замечательная Мария, которая нам расскажет о всем, о том, что можно просветить себя, соседа и Артема. Расскажем вам сегодня о самых интересных событиях на выходные в московском регионе. Пожалуйста. А также полную версию афиши, о которой мы сегодня расскажем, самые актуальные новости московского региона можно найти на сайте reama.ru. Также репортажи, фото-ленты, инфографики. В общем, все, что нас сегодня интересует. Кстати, мы слышали краем мухи, что, оказывается, к нам приближаются общие субботники, медиа-субботники. Наверное, с этого, да, мы начнем? Да, давайте начнем. Завтра состоится медиа-субботник в Подольске. Журналисты REAMA 23 апреля проведут с утречка в Подольском парке Дубраво на берегу реки Петрица. Место для проведения акции, кстати, выбрали сами жители Подольска. Было представлено несколько мест на выбор путем голосования на портале REAMA в Подольске и в соцсетях ВКонтакте. Вот, то есть жители выбрали сами место, где они хотят убраться. Мне очень нравится, что жители как раз выбрали это место, и они позвонили в REAMA и говорят, ребята, приезжайте, надо убраться. Приезжайте в REAMA, да, давайте, приезжаем. Ну, оказывается, там же будут еще какие-то там бесплатные полевые кухни, тоже там парам-парам. Конечно, да. Что-то будет интересного. Сначала ударная уборка парка, ремонт скамеек на набережной. Так. Вот, всем будет выдан инвентарь, то есть можно не бояться. Не руками, как в том году, как в том году приехали, и давайте, говорят, что вы делаете, я на гуслях играю. Здесь все-таки будет выдан инвентарь. Да. Также состоится экоакция, будет выпущена на парк птица из семейства эстрадийных камин. Да-да-да, кстати, очень интересная и достаточно необычная птица, и мне, что самое странное, показалось, что она у нас вот так вот в Подмосковье. Класс! Да, но... Птичка, ну, интересно будет посмотреть, будет велик. Также пройдет конкурс на улице Скворечник, будет работать полевая кухня, будет играть живой оркестр во время уборки, то есть так очень интересно. Пока люди убираются, живой оркестр играет музыку. Знаете, мне кажется, вот такие субботники, они объединяют, и вот почему медиа субботники? Я полагаю, что, наверное, чтобы осветить эту информацию для всех жителей, чтобы жители понимали, что это не уборка, как таковая, подмести мусор, а, скорее всего, это, наверное, и, знаете, есть чистый четверг, когда люди смывают, вот сейчас Пасха будет, скоро чистый четверг, когда люди смывают на рассвете все с себя, и они как-то жить начинают легче. Может быть, в этом и есть заключается соль всех субботников, чтобы мы объединились, и нам было поинтереснее жить. Да, что еще интересного у нас будет представить? Также напомню, что это медиа субботник, кстати, в Подольске, микро-район Климовск, парк Дубрава. Так. Также тоже субботное воскресенье в Москве, в парках Москвы пройдут субботники, нескучные субботники в 18 парках. Также можно будет привести порядок любимый парк, и точно так же в разных парках будут проводиться разные мероприятия. Например, в парке Красная Пресня можно будет принять участие в квест-уборке. А в парке Горького можно будет также посетить спортивные мастер-классы, уроки танцев, лекции. В Сокольниках пройдут эстафеты полезных дел, где можно будет посадить сирень. То есть каждый парк придумывает что-то интересное, что-то увлекательное. Что-то свое. Да, то есть не просто пришел, убрался, а посадил дерево, разукрасил скамейку. Да, пришел, убрался, и говорит, молодой человек, что вы делаете? Он говорит, я скамейку разукрасываю. Я говорю, ловите его, что вы не видите, вот с шестого подъезда что творится. Ну и, соответственно, это все бесплатно. Многие, конечно, просили деньги. Вы рублей 50 не дадите за разукрашенную скамейку. Так, что у нас вообще, кроме уборки, что будет вообще? Кроме уборки, сегодня у нас открывается масштабный, очень интересный, на мой взгляд, фестиваль «Московская весна». Пройдет он с сегодняшнего дня по 9 мая. Многие, наверное, успели заметить, что Москва так частично уже преобразилась, например, на месте бывшей ТЦ «Пирамиды» на Тверской, всем известной, появился уже арт-объект. Всего разных тематических площадок, будет 26 по Москве, и на каждой площадке будет происходить какое-то свое какое-то действие. То есть, например, на Тверском бульваре памятника весеннего разогнет цветущий сад. У памятника Тимбрязьева появится сфера новаторов. Можно будет в рамках фестиваля отметить Пасху. То есть, как раз и на Пасху он приходится, и на празднование 9 мая, Дня Победы. То есть, можно тоже будет развернуть, как люди красят куличи и что-то в этом роде. Например, на площади Революции будет пятиметровая скульптурная композиция «Три богатыря». То есть, появятся какие-то свои объекты во многих местах Москвы. На Пушкинской площади живет интерактивный динамический арт-объект «Первый трамвай». То есть, можно будет увидеть чудо-инженерную мысль в этом трамвайе. Самый первый, в который можно будет попробовать зайти, походить, может быть, даже проехаться или просто с ним пофотографироваться. Но, собственно, что на сегодняшний день является очень интересным по одной простой причине, потому что, чем больше мы с вами, дорогие друзья, пересекаем историю и того, что сегодня происходит с нашим досугом, тем интереснее нам с вами живется в разные уикенды. Да, что еще нас ожидает? Также нас ожидает «Библионочь», которая пройдет частично с пятницы на субботу и в основном субботно-воскресенье в библиотеках Москвы и в том числе в Подмосковье. Ну, кроме того, что можно будет просто прийти в библиотеку ночью и посидеть. Ну, кому ночевать негде, он говорит, что это Толик тут делает, да? Вы знаете, ну, вот так вот пришлось. Пока «Библионочь» парень еще перечитать всего Джека Лондона. И в «Библионочь» уже что, люди приходят, они читают или там кто-то читает публично? Где-то будут встречи с писателями, кинопоказы, лекции различные. То есть, например, в Ленинке будет квест на знание истории Ленинки. Искульсия по книгах хранилища. То есть то, чего в обычные днике вообще никогда не увидишь. Тамара Петровна, помните, вы у нас были в 1919-м? Найдите полтинник свой между теми стопами книг. Да, на Примуфальной площади будет, можно будет послушать лауреатов литературных премий, актеров и музыкантов. Флешмоб там пройдет к 30-летию сегодня рождения Гумилева. То есть какие-то интересные мероприятия, мне кажется, вот с каждым годом подобные вот ночи, да, и ночь в музыке, и ночь в театре становятся все интереснее, все увлекательнее. Это такие вещи, они, ну, во-первых, это познавательные, во-вторых, необычные, в-третьих, скорее всего, это, почему мы должны скрывать, что это романтично. Пойти в библиотеку, что-то поучаствовать каких-то, посмотреть артистов. Это же здорово, и не надо придумывать себе там забраться на крышу, опять говорят, эти дураки на крышу взять, нет бы библионочь, идите в библиотеку. Да, что еще раз. Вид, кстати, по самым интересным актам библионочи можно найти тоже на сайте reama.ru. Мы там собрали самые такие интересные места. Самые яркие. Самые яркие. Даже, например, вот в доме Гоголя будут считать отрывки с произведения Гоголя. Ммм, видите, как хорошо. Интересно очень. Все это бесплатно, да? Все это бесплатно, да, и единственное, что в каждой библиотеке нужно регистрироваться. То есть заранее, чтобы попасть на резиновые библиотеки. Здравствуйте, я Максим Гойко. Да, заходите, пожалуйста, вы как раз на четвертой полке стоите. так же в субботу пройдет фестиваль футраков четвертый раз уже на ВДНХ я в общем-то прочитал футу дураку так и что же это такое? 25 проектов будут различных такой еда на колесах можно попробовать уличную еду из разных уголков мира бургеры, фалафель, азиатские супы и можно будет посетить различные лекции и семинары, где расскажут, как открыть свой вагончик с едой то есть это можно уже сегодня, да? конечно, открывай вагончик и пельмешки придавай и пельмешки или не только, или вот можно в принципе и какие-нибудь вареники а вот это вот футраков, это что, туда приходишь, тебе бесплатно это тоже показывается или это что-то стоит? да, тоже бесплатно тоже бесплатно ты ходишь, смотришь, да, участвуешь поучаствовал здесь где-то может тебе фалафель перепадет, бургер потом библионочек, ночь перевел ну что, собственно, как говорится вот тебе и потери на билет в Челябинск да, что у нас еще ожидает в воскресенье у нас открывается в рамках года языка литературы Великобритании и России в Третьяковке выставка от Елизаветы до Виктории, английский портрет очень интересно, можно будет увидеть из собрания Национальной портретной галереи портреты королевы Елизаветы, Исаака Ньютона, например, Шекспира и так далее посмотреть и видеть своими глазами вот, пройдет эта Третьяковская галерея на 400 рублей ну, наконец-то, хоть что-то за деньги, да? да, а то мы все бесплатно-бесплатно, а то можно на портреты ну, вообще, мне кажется, очень хорошая выставка я тут смотрю, да, там, и Горацию, и Нейсни, и Исаака Ньютона, да, вы сказали? и Байрона, и Вальтера Скотта, и так далее, и так далее то есть, человек пришел за 400 рублей, а получил гораздо больше вообще, кстати... я узнала, хоть как выглядит Шекспира наконец-то, он говорит а, я думал, это отец твой весь у тебя в комнате ну, абсолютно не то лицо может быть, ну да ладно, арт-фестиваль в Подмосковье еще есть какой-то да, про Подмосковье тоже не забываем в Сарпуховском парке Дракена пройдет арт-фестиваль Подмосковья в нем примут участие рукодельницы, флористы, художники Серпухова, Москвы, Чеховы, Тулы в программе маркет изделия ручной работы, винтажные украшения, предметы интерьера, мастер-классы от флористов ну, то есть, что-то интересное тут маркет домашних сладостей, как мы любим из Тулы, наверное, будут вышивать самовар и рядом пистолет и пряничек будут лежать и пряничек, нафельские печатные, вот так вот и картины от местных художников можно будет приобрести заодно ну, почему нет, рядом там Мельхову, да, по-моему, у нас там и так далее то есть, можно все посмотреть вообще, на сегодняшний день, я вот так смотрю вот каждый раз мы проводим вот эту экскурсию по уикендам я смотрю, насколько сегодня богато и как можно разнообразить свою жизнь в всем Эстонии нам скучно жить, скучно жить вот, reama.ru, заходите включайтесь и, да, и пожалуйста с удовольствием проводить половину из этого абсолютно бесплатно можно и перекусить, и почитать, и посмотреть и просто провести отлично время причем эта информация, она сейчас доступна, открыта то есть у всех есть интернет все мы можем зайти и на сайт reama.ru и найти любую информацию даже не обязательно это ну, и в новостях в том числе, да не обязательно даже афишу читать чтобы узнать об открытии фестиваля ну, учитывая, что мы это вообще сейчас по радио рассказываем а не с вами просто так микрофон да, включим, все нормально да, что еще нас ожидает? я думаю, что хватит нам событий как говорится есть куда уже сходить товарищ Митрич, поддержите свои желания при себе дорогие друзья, reama.ru опять нас порадовали очень многими событиями вообще Подмосковье, наша столица богата на, так сказать, интересности поэтому включайтесь и с удовольствием посещайте все то, о чем мы на них сказали спасибо большое, ура! не сидите дома, следите за жизнью